В Твери открылся всероссийский форум студенческих спортклубов «Старт». В столицу Верхневолжи съехались представители спортивной вузовской молодёжи из регионов страны, плюс в режиме онлайн приняли участие их коллеги из других субъектов. О чём шёл разговор в формате «он» и «оффлайн», рассказывает наш корреспондент. Ассоциация студенческих спортивных клубов России объединяет университетские организации, пропагандирующие здоровый образ жизни со всей страны. Как, например, «Буревестник» Липецкого педагогического университета. Больше тысячи человек уже, то есть достаточно развитый наш клуб. Основные наши направления — это волейбол, мини-футбол, баскетбол. У нас есть большие команды, как мужские, так и женские. Поскольку наша команда является одной из самых сильных в нашей области, у нас недавно выиграла женская сборная от СФО. То есть наш клуб достаточно развитый и сильный в своём направлении. Однако это мало, отмечает Анатолий. Для дальнейшей популяризации надо активно внедряться в медиапространство. С ним согласен и его коллега, но уже из Московского технологического университета. Как тренироваться, у нас знаний достаточно. А вот именно как развивать клуб в университете, нам не хватает как будто людей, которые будут этим заниматься. То есть рекламщиков там, ну в общем, медиа вот этой вот темы. Помочь с решением этой проблемы и призван форум «Старт». В течение четырёх дней его участников ждут интенсивные тренинги, дабы научить спортсменов-студентов, как продвигать свои клубы в медиапространстве, как популяризировать их. Все занятия проводят лучшие наставники в своих направлениях. Пресс-служба ССК Ольга Лазарева. Есть ребята, которые занимаются проектами федеральными спортивными. Дмитрий Макушев, Ксения Казакова. Направление маркетинг закрывает Дмитрий Русанов. Это директор лучшего студенческого спортивного клуба России Кронверские барсы университета Эйтмо. Менеджмент закрывает, ведёт Евгения Бочкова и Александра Вершинина, которые входят тоже в дирекцию ССК. Для участия в форуме зарегистрировались представители 43 субъектов России от Хабаровска до Калининграда. Стоит напомнить, что часть из них наблюдает за тренингами в режиме онлайн. Ко всем на церемонии открытия обратилась исполнительный директор АССК России, отметившая, что всех ждут не только теоретические занятия. Вы попробуете здесь на опыте организовать мероприятие, чтобы вы приехали в свои студенческие спортивные клубы, провели своё мероприятие, а потом, например, написали Алексею из Твери о том, что спасибо вам большое, действительно для меня это было большим опытом. В таком формате форум «Старт» проводится впервые. Но если в ассоциации студенческих спортклубов увидят заинтересованность со стороны обучающихся, а самое главное – конкретные результаты, то постараются сделать его традиционным.